Каким будет микрорайон, расположенный за монументом матери-покровительницы в Чебоксарах? Этот вопрос обсуждался на градостроительном совете в администрации столицы. Территория, ограниченная улицами Водопроводная и Константина Иванова, уже несколько лет в собственности у застройщика. У строителей свое видение микрорайона, у архитекторов свое. Удалось ли договориться? В следующем сюжете. Архитектор Надежда Рожкова занимается планированием этого микрорайона уже 10 лет. Сначала это делала для администрации города, теперь по заказу фирмы-застройщика. Территория, она довольно-таки, сегодня земля стоит очень дорого. И, конечно, требование какое? Это не требование, пожелание его, чтобы был выход квадратных метров жилья хорошего, элитного. Здесь нет простого жилья, здесь только элитное жилье. Поэтому показатели, они сегодня по квадратным метрам здесь завышены, но выход жилья все равно получается не очень большой. Планировка микрорайона уже обсуждалась на предыдущем градостроительном совете. Тогда у специалистов возникли вопросы и к количеству этажей в жилых домах, и к выстраиванию транспортной системы в микрорайоне. По словам Надежды Рожковой, месяц не прошел зря. Неоднократно встречались с архитекторами и вынесли на соцспециалистов оптимальный вариант. Мы понизили сейчас этажность, поэтому квадратных метров жилья получается у заказчика намного меньше. Понизили к заливу до четырех этажей. Но по водопроводной у многих архитекторов наоборот было предложение повысить этажность. Но мы оставили 12 этажей и сделали их более компактными, не такими масштабными, более террасными. То есть, в принципе, немножечко так подработали. Архитекторы это отбвинули от монумента дома и расширили пешеходный бульвар. Дома стали своеобразным экраном монументу. Микрорайон, он еще живой. И, наверное, будет развиваться, где-то что-то дополняться, меняться. Главное сейчас определить все-таки транспортную схему. Этот микрорайон, он, как никто другой, связан с окружающими территориями. Это непосредственно микрорайон центральной части, который будет формировать и формирует этот залив. Организация высотных акцентов, что будет являться и панорамной работой для Вовки, и для залива, и для самой этой территории, это тоже обозначено. В плане микрорайона предусмотрены места для подземных парковок, школы и детского садика. Городостроительный совет принял изменения, которые внесли архитекторы и утвердил проект застройки микрорайона. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.